Всем привет! Продолжаем смотреть красивые картины, интересные картины. Сегодня я хотел бы познакомить вас с картиной Франсуа Буше, портрет маркиза де Пампадур. Находится она в старой пинокотеке в Мюнхене. Размер полотна 201 на 157 сантиметров, холст масс. Буше не было увлеченным портретистом, но достаточно много писал свою кровительницу и вместе с тем поклонницей его талантов, хаворит Глюдуика XV маркиза де Пампадур. Пампадур Жуанетта Антуанетта, маркиза де Пампадур, роженная Боассон, замужествен Ленормаль Этиоль, хаворит как француз короля Глюдуика XV Бурбона, оказавшая большое влияние на государственные дела. Была дочерью финансиста, тесно связанная с семьей влиятельных банкиров Парии. После бегства отца, вследствие финансового скандала вместе с братом Абелем, она воспитывалась в семье друга своей матери, богатого откупщика Нормаль де Турнем. Девушка получила домашнее образование, помимо актерских и музыкальных способностей, любви к литературе и живописи, увлекалась резьбой по драгоцитным камням, отличалась знанием естественной истории, любовью к растению птиц. В 1741 году господин Турнем выдал ее замуж за свою племянь. Молодая госпожа Этиоль получила известность в свете как замечательная непрофессиональная актриса. Муж организовал для нее театр в имении. Ее салон посещали многие известные люди Франции, в том числе Вольтер и Монтеския. Молодая красавица стала известна в Версале, получила приглашение бывать при дворе. В семье Пампадур называли Ренетт в переводе «королевна». Так вот, Ренетт леяла надежды покорить сердце короля Годовика XV и неуклонно шла к своей цели. С февраля 1745 года стала королевской любовницей и навсегда рассталась с мужем. Современники единодушно считали ее чувства к королю вполне искренним. Король даровал ей титул маркизы, а впоследствии и герцогини. Несмотря на краткие периоды охлаждения, вызванные в основном попытками иезуитов принудить короля публичному покаянию за развратное поведение, их связь не прекращалась до самой смерти. Маркиза стремилась окружить короля удобствами, предоставить ему возможность в узком кругу встречаться с интересными людьми в противоположность тому обществу, что собрала вокруг себя его жена. Обладая большим тактом, она сумела расположить к себе и королеву. Большим увлечением маркиз была постройка и отделка домов и дворцов. В проектировании и строительстве маркизи де Пампадур много помогал брак. Пампадур покровительствовала всем видом изящных искусств, живописи, скульптуре, мебельному мастерству, выделке тканей, кабелинов и особенно изготовлении фарфора и фаянста. Благодаря маркизи появились и развивались фарфоровые мануфактуры, в инсене, а затем севу. Пользуясь почти неограниченным кредитом, маркиза де Пампадур, в отличие от многих дворян, исправно и щедро расплачивалась художниками и мастерами. Именно Анна Антуанетта де Пампадур утвердила в Европе стиль рококо, как эталон хорошего вкуса. Ее покровительством пользовались многие французские энциклопедисты, но преодолеть любовь короля к литературе и философии ей не удалось. Хотя финансовую поддержку литераторам маркиза де Пампадур оказывала всегда. Современники приписывали мадам Пампадур решающую роль во вступлении Франции в неудачную семилетнюю войну. Пампадур не отличалась крепким здоровьем. Умерла она, вероятно, от рака, сгубившая в том же возрасте ее мать. Детей от королевы у нее не было, а дети от мужа в раннем возрасте умерли. Ну вот примерно все, что мне удалось найти в интернете. А также я пользовался книгой «Путеводитель в мире живописи» автор Сара Кар Гоум. Картина Франсуа Буше «Портрет маркизы де Пампадур». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok